Чистая питьевая вода в этом году дойдёт до жителей сразу нескольких районов области. Для многих сёл и деревень вода была проблемой номер один много лет. Подкидывает масло в огонь и жаркое лето. Огороды поливать надо ежедневно. В Шиловке водная проблема началась ещё в аномально жаркий 2010 год. С тех пор каждый год что-то ремонтировали, составляли графики подачи воды в разные части села. Но из-за изношенности всей системы ни к чему хорошему это не привело. Жители обратились к губернатору. И воды в кране вообще нет, начиная с мая месяца и когда начинаются ливни. То есть вообще её нет в кране. Всё зависит, у кого-то повыше появляется, у кого-то пониже, в таком режиме. В прошлом году делали ремонт водопровода, закопали кучу денег, воды опять нет. Мы всё лето терпели в прошлом году, потому что мы надеялись, что сейчас поменяют трубы, и у нас появится вода. По факту ничего не появилось. Дело сдвинулось с мёртвой точки в этом году. Всё лето в Шиловке Сенгилейского района строили новый водовод. Заменили 9 аварийных участков. Общая протяжённость сети водоснабжения составила 4,5 километра. На ремонт выделили 20 миллионов рублей. В первую очередь проложили новую линию водопровода для обеспечения бесперебойного водоснабжения. Стальные объекты, такие как школа и фельдшерская, акушерский пункт. Чистую воду в этом году получат и жители Чердоклинского района. Там уже несколько лет ведётся масштабная работа строительства водовода между Архангельским водозабором и посёлком Октябрьский. Работы практически завершены. Протяжённость водовода более 7 километров. Много лет у нас в посёлке плохая вода, плохого качества и летом перебои с водой. И сейчас, благодаря этому грандиозному проекту, который я увидела вблизи, очень впечатляет. Будем надеяться, что вода будет чистая, хорошая осенью. К 2024 году планируется пролонгировать водовод от посёлка Октябрьский до Мирного и до районного центра Чердоклы. На следующий год в Министерстве ЖКХ также запланированы работы по ремонту систем водоснабжения региона. А жалобу или предложение можно напрямую адресовать губернатору Алексею Русских. 16 сентября пройдёт традиционная прямая линия главы региона. Вопросы можно оставлять по телефону службы 122 на платформе госуслуги «Решаем вместе» на сайте губернатора и правительства, на страницах в соцсетях общественной палаты.